Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. У нас темы мифов часто здесь поднимаются, и, соответственно, мы сегодня расскажем о мифе, о человеке мифе, о человеке-легенде. Человек, о котором рассказывают множество историй, из которых, наверное, многие вымышлены, но это не делает его еще как бы менее интересным, менее привлекательным. Человек, которого однажды, как говорят, позвали на вручение кинематографической премии, и было сказано явиться в смокинге, он явился, как всегда, очень просто одетый в свитере, но в самолете по пути он свинтил табличку «ноу смокинг» и явился вот с этой вот табличкой «ноу смокинг». Человек, который, говорят, одарил того, кто ему подарил тулуп, такая пугачевская история, он вышел из тюрьмы, у него не было одежды, ему подарили тулуп. И у него этого человека через несколько лет подарил ему чуть ли не мебельный гарнитур времен Людовика XIV. Человек, который, как уверяют, которым восхищалась Лиля Брик, и однажды к 8 марта он прислал ей из тюрьмы букет из колючей проволоки. В общем, человек, окруженный легендами. Я не знаю, может быть, некоторые из вас уже догадались, что речь идет о Сергее Параджанове. Совсем недавно, 9 января, исполнилось 19 лет этому великому художнику. И отчасти приуроченная, может быть, к этому юбилею, 13 февраля, буквально послезавтра, в галерее на Солянке открывается выставка. Выставка под названием «Выставка цвета граната». Это артефакты, фотографии, коллажи самого Сергея Параджанова. И мы сегодня решили представить эту выставку, позвать ее организатора, куратора. Это кинокритик, главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Юрьевич Шмыров. Добрый вечер. Здравствуйте. И режиссера и писателя Ливона Григоряна, который, как я понимаю, Ливон, вы были близким, знакомым и работали с Сергеем Параджановым. Да, этот факт трудно отрицать. Прекрасно. Это единственный миф, который сегодня мы не сможем опровергнуть. Остальные будете опровергать. А то, что я рассказал, что правда, а что нет. Значит, первое в десятку. Про смокинг. Про смокинг. Это куда он летал? Если не ошибаюсь, это был его первый выезд за границу. Это был, по-моему, фестиваль в Роттердаме. Да. Но это не знаю. А насчет двух последних и мебельный гарнирует эпохи Людовика, это на совести рассказавшего вам это. Ну да, я это прочитал, такая тиражируемая легенда, но при этом, я думаю, нельзя отрицать, что человек был какой-то совершенно феноменальной щедрости, и он был способен к такого рода подаркам. Ну да, щедрость его была, я бы сказал бы, граничащая с патологией. Щедро, по-моему, был необыкновенно, конечно, щедрый человек. Самое обидное в этой ситуации, что, ну, я долгие годы с ним, так сказать, много контактов очень было. Ну, когда такой великий человек, немножко, слово дружба немножко пахнет, там, и кошелством, но, в принципе, какие-то самые важнейшие этапы его жизни, я оказывался рядом, так скажем. Поэтому очень хорошо все знаю. Вы знаете, вот, хотелось ему тоже дарить ответ на его щедрость, но это был абсолютно бессмысленный процесс, потому что все, что... А бывало так, что я что-то ему хорошее дарил, при мне дарили очень интересные вещи, это все тут же моментально раздаривалось. То есть вещи у него не задерживались? Никогда, никогда. И идеи тоже, я думаю. А идеи ему фанарнировало. Теперь, что касается вот, то, что действительно человек необыкновенный, это так, без всякой уже мифологии. Просто один тот факт, что, знаете, вот, скажем, ну, вот есть великий Феллини, это очень итальянский режиссер, он весь пропитан итальянской культурой. Есть Бергман, это абсолютно шведский режиссер. Протестантский даже. Да, да. Курасава, это абсолютно все Японии и так далее. В отношении Параджайна абсолютно невозможно вычислить, чей он. Потому что есть самая такая, знаете, украинская картина. Самая. Я не знаю, в общем-то, таких. Даже знаменитые картины Довженко, они не настолько украинские, сколько тени забытых предков. Как тени забытых предков, да. Понимаете, вся. И подозревать, так, человеку, не знающему о том, что это целый человек армянского происхождения, очень сложно. Ну да, как говорили, армянин, родившийся в Тбилиси, сидевший в русской тюрьме за украинский национализм. Да, да, да. Причем, значит, насчет национализма сейчас это не в брови в глаз, потому что это была сенсация. Это была одна из единственных картин, которая в те годы национально вышла без дубляжа. Она вышла на украинском языке. Более того, в свете последних событий, я скажу, что это она вышла на западенском языке. Ну да, это же Гуцулов там снималась. Это Гуцулов, и тогда это был просто, он стал сразу национальным героем украинского народа, потому что первый раз засвечала западенская речь. Он же даже и сейчас, вот я смотрю украинские сайты, и такое-то считается абсолютно национальным. Им же тогда, по-моему, приписали, что чуть не банда бендеровцев была когда-то, так сказать, вот это уже потом. Ну это из цикла Вайк опять там. Непонятно, я говорю, что в пропаганде советской когда была. Я не рисую, так сказать, такие какие-то интересные факты. Не надо банда бендеровцев. Не, не, я говорю, вот этот лейбл наклеили тогда в пропаганда в 73-м или когда это было? Да, да. Его, он стал отцом украинского национализма. В те годы абсолютно уже в Медалле. Фантастика, да, конечно. Он же как бы выразил вот тот феномен. Но я хочу сказать вам такую вещь, что вот при этом, вот удивительные факты. Значит, картину выпустили тогда, значит, вот на этом западенском языке, не дублируя. А когда уже в 90-е годы вдруг вспомнили какому-то юбилею «Тени забытых предков» и центральное телевидение показывало, они сделали русский дубляж. Вы знаете, значит, так сказать, тоталитарные времена, западенский прошел без дубляжа, а демократически уже потребовалось. И мне кажется, это очень глупо, потому что, ну, действительно, очень много общих слов славянского происхождения. И когда дублируется на русском, это, понимаете, звучит нелепо. Что касается, значит, закроем тему бендеровцев, там был другой удивительный, тоже, значит, факт, уже не байкий. Была знаменита дуэль между Параджаном и Ленко. На самом деле они должны были стреляться на этих куцульских пистолетах, шли по обеим реки Черемши и, значит... И Параджаном и кем? Оператор фильма Юрий Ильенко. А, оператор. Да, и оператором картины Юрием Ильенко. Ильенко, да. Вот, пожалуйста, так сказать. То есть, ну, не надо уже ничего там про гарниюр Людовика, уже много интересных фактов, понимаете? Здесь, вот, я не знаю, может быть, сталкивались, Вячеслав, я тоже, когда читал о съемках этого фильма, там же совершенно реальные, да, играют актеры, крестьяне. И вот там вот нужно было вот этих, посадили бабок, плакальщиц, и посадили, стоит гроб, не плачут. Говорят, почему, почему, почему не плачете? Говорят, не можем, гроб пустой. Положили ассистенты. Бабки не плачут. Почему не плачете? Молодой слишком. Нашли из деревни деда, положили деда. Бабки не плачут. Почему не плачете? Плохой человек. Нашли, наконец, хорошего деда, положили. И тут, говорит, так заплакали, что сутки остановить не могли. Вот, как бы, к вопросу об этом фильме. Ну, а зачем, когда есть более, так сказать, точные факты? Вот там идет венчание, значит, Ивана Ипполагной. Он придумал потрясающий, мне кажется, обряд, которого нету в природе. Им одевают ярмо. Понимаете? Нету ни у гуцулов, ни у других такого свадебного обряда. Но какое точно? Потому что слово супруги, это слово упряжка идет. А, сопри жены, да, упряжка. Да, и вот он это так спокойно в картине сделал, и гуцулы не возразили. Не возразили. Сказали, что у нас только так не принято. Ну, вот говоря об артефактах, Вячеслав, расскажите, что будет на выставке, какие, собственно, вещи, какие там, не знаю, коллажи самого Параджанова будут? Будут ли там представлены эти его знаменитые маркиз-зоны на спичечных коробках? Очень большую коллекцию артефактов предоставляет Ириванский музей Параджанова. Там будут и коллажи, и куклы, и рисунки. Большая коллекция есть, ну, конечно, не такая большая, но очень хорошая коллекция есть в нашем московском музее кино. Это тоже будет представлено на выставке. Будет что-то возьмем у друзей. Вот не так давно мы как раз с Ливоном виделись, с Александром Ивановичем Антипенко. Он был ассистентом-оператором на картине «Тени забытых предков». Потом должен был с Параджановым снимать следующий фильм «Киевские фрески», которые не дали. Вот он привез настоящий гуцульский топорик, который участвовал в съемках картины и чуть не попал в историю, потому что он ехал с ним в метро. Его спасло такое удостоверение, что на Союзе комитографистов, поскольку... Как реквизит, да. Это для кого-то реквизит, для кого-то это холодное оружие. И мне кажется, вот Параджанов... Мы боялись, что он едет убивать какую-то тетку проценчателю. Да, и вот это вот мифотворчество, оно, конечно, заложено в самой природе Параджанова, поэтому это вот очень, я бы сказал, серьезный, а может даже и не абсолютно бессмысленный труд ограничивать мифы, потому что они все время будут плодиться. И может быть в этом логика его попадания в вечность. Но он сам это зарядил, он это начал, и это без него уже идет. Но он не останавливается, конечно. И мы тоже свидетели того, как люди иногда заряжаются вот этой его энергией, и уже от себя начинают сочинять. Ну, такой вот эффект. Ну, какие-то мифические фигуры, знаете, мне даже на Довлатов вспомнился. Мне тоже кажется, человек, который и при жизни генерировал мифы, и уже после смерти, так сказать, они живут собственной жизнью. Ну, да, или вот Фаина Георгиевна Раневская. То же самое. Где те мифы, которые связаны хотя бы с ее мифотворчеством? Мы, может, не говорим про некую достоверность, которая все-таки как-то с ней связана. И где те мифы, которые уже потом сочинены по мотивам? Это же как анекдоты про Штирлица. Вот есть некая калька, которая потом начинает воспроизводиться на уровне уже народного творчества. Вот. И жизнь Параджанова, она действительно изначально мифологизирована. Все становится гарнитуром Людовика, все становится канделябрами Богдана Хмельницкого. При том, что речь идет о простых вещах. Но парадокс в том, что когда он к этим простым вещам прикасается, они действительно начинают обретать какую-то ценность. И, собственно говоря, все артефакты – это ведь вещи, которые подбирались на помойке. Что могло быть на той же зоне? Какие-то элементарные тряпки, какие-то элементарные коробки. И, там, какая-то фольга. А фольга, вот это действительно, мне кажется, вот это уже правдиво. То, что он сделал медальон такой из этих молочных пробок, которые фили... Нет, сейчас хочу вот про эти молочные пробки из фольги сделать. Да, якобы он их слепливал вместе, на них сделал гравировку Демы Марии. И это сделали из этого такой медальон, который затем подарили Феллине. Он вроде отослал Татанина Гуэре, и Гуэре вручил два таких медальона. Один Феллине, второй Данелия. Нет, немножко не так. Я, значит, присутствовал, как они возникли. Ну, когда я сказал, что я многие, так сказать, при фактах его биографии присутствовал, действительно так. В частности, я был один из первых, когда, на которых встретили его после заключения. Его отпустили 31 декабря, а 2 января мы уже были в его доме в Тбилиси. 77 год, по-моему, да? Нет, это был 78 год. То есть освободили 31 декабря 77, а встреча состояла 2 января 78 года. Вот тогда, значит, ну, мы были, еще в Тбилиси, еще никто даже не знал, что он приехал. Мы были первые, так сказать, лучшие первые свидетели. Его, ну, не считая там родней, сестра там взять. И вот он тогда, значит, первый раз выкинул вот это все. Вот это дублоны. Тогда он назвал это дублоны. Не марки, а дублоны это. Вот. Что это было? Он на вот этих, от фольги, от этих, от молока или от кефира, вот их... Крышечки из фольги, да? Крышечки из фольги он рисовал разные персонажи. Один из них с его портретом у меня, память об этом сохранилась. Но это он тиражировал многое, вот этот свой портрет, знамет и так далее. Потом это все увидел Танина. Он сделал, просто тогда медаль сделал такую на основе этого. И сначала он вручал, не Феллини, Феллини к этому никакого отношения не имел. Вообще так, немножко мифологизировано, что у них была переписка с Феллини, там они дарили друг другу и так далее. Этого не было. Феллини, по-моему, подписал петитию под его освобождением и так далее. Все остальное немножко мифология. Дружил он очень тесно, очень плотно с Танины Гуэра. Это факт. А с Феллини они практически не встречались. Ну, они представлены на выставке вот эти вот его серебряные медальоны? Да, конечно. Конечно, это будет. Потом это, также этот медальон использован в кинофестивале «Золотой абрикос». И там дарится специальная, так сказать, премия имени Параджана. А он же, говорят, и ювелир был хороший и разбирался. Нет. Он не был ювелиром. У него были золотые руки, он мог быть и хорошим портным, и сапожником, но ювелиром он никогда не был. Но руки у него были действительно золотые, он все мог делать. Он потрясающе разбирался в антиквариате. Вот когда мы ходили по старым этим арбатским комиссионным, это было одно удовольствие. Он приходил, он говорил, покажите мне вот этот вещь, покажите мне этот рояль Копенгаген. То есть он сходу смотрел, так сказать, что-то и определял фирму, кто это сделал. Он никогда не говорил, вот покажите мне эту тарелку там с цветочками. Он говорит, вот этот сакс, пожалуйста. А вот здесь вот эти статуиточки, вот эти рояль Копенгаген, понимаете? То есть все сходу определялось. Очень точно разбирался в каратах. На вес мог определить? Нет, не на вес, на вид. На вид? Да. Сколько? Два с половиной там или полтора или 0,7 карата. Все он видел сразу. Это его и подвело. Потому что вот в мифологии он рассказывал. И как-то, значит, пригласили его, значит, на премьеру Любимовского фильма, Высоцкий. Ну, закрывали тогда этот спектакль. Он сказал, ну что вы переживаете Юрию Любимову, он сказал, говорит. Вот мне, например, папа Римский присылает бриллианты. Алмазы, алмазы. Нет, бриллианты. Бриллианты, по-моему, алмазы. Ну, что так мелочиться? Бриллианты, бриллианты. Я их продаю? Я их продаю, вот на это живу. Вот я скажу, он вам тоже будет присылать и все. Это было настолько серьезно воспринято, это хохма, что спустя пару месяцев открыли дело. Найти папские бриллианты. А их не было. Да, вот так шутка становится реальностью. Напомню, что мы говорим о Сергее Параджанове в связи с выставкой, которая открывается на днях в галерее Носолянке. У нас в гостях Вячеслав Шмыров, главный редактор журнала «Кинопроцесс» и режиссер и писатель Ливон Григорян. Мы вернемся после перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о цвете граната. Говорим о Сергее Параджанове, о удивительном феномене этого режиссера, художника, жизнетворца, мифотворца. Открывается выставка в галерее Носолянке под названием «Выставка цвета граната», посвященная Параджанову, множеству артефактов из его жизни. И нам сегодня представляют ее Вячеслав Шмыров, главный редактор журнала «Кинопроцесс» и режиссер, писатель и знакомый, коллега, сотрудник, сотворческий коллега писателя Ливон Григорян. Ну вот, Ливон, мы уже начали, это удивительная какая-то такая многонациональность Параджанова, как он был человеком на все руки, да, мастером на все руки. И с другой стороны, он как бы вникал совершенно удивительным образом в национальные мифологии кого-то посмотреть. Молдаван, да, он делал же дипломные работы у него в Молдавии были, потом... Картина Андреяш. Да, Андреяш. Сказка. Потом Украина, Гуцулы, Грузия, Армения. Ну, я скажу еще другое. Обязательно надо будет сказать о цвете Гранта и так далее, но вот сейчас такое известное в мире иранское кино, которое получало и продолжает получать самые престижные фильмы, они считают, что их гуру, их отец-основатель, это Сергей Параджанов. Когда я вот сказал, что я, в общем, вот это восстановил, а потом пару слов скажем о цвете Граната, первое название было «Сайд Нова», они меня просто обняли, благодарили за то, что я вот так это сделал. Потому что, значит, я говорю, украинская, для незапытых предков, очень армянская картина «Цвет Граната», очень грузинский фильм, один из лучших просто грузинских фильмов, «Легенда о Сурамской публике». И открытие такого понятия задолго до иранских кинематографистов, как исламский кинематограф, это Ашик Кириб. Ашик Кириб. Да. Потому что, можно сказать, что первый фильм, так ярко продемонстрирующий миру культуру ислама, это был фильм Ашик Кириб. Это тоже Параджанов. Это по Лермонтову. Это очень приблизительно, но это по Лермонтову. Он хотел снять вообще этот цикл такой. Сначала должен был быть и Ашик Кириб, он занимал меньше места. Основной метраж предоставлялся Дэмону. У него есть сценарий Дэмон, очень интересный, очень там яркие решения. А где снимался Ашик Кириб? Ашик Кириб снимался на грузинфильм. Ну, они же выезжали в Азербайджан, да? Да, съемки, сами съемки где были? Нет, съемки, натурные съемки снимались в Азербайджане. Картина на азербайджанском языке, песни звучат азербайджанские, а производство... И все время он оказался в таких историях, когда надо было утвердить грузинскую актрису на роль армянского поэта или уговорить грузинское руководство студии ехать снимать в Азербайджан. Вы же понимаете, сейчас это было бы в сто раз сложнее, а тогда тоже это имело какие-то свои преподные границы? Нет, конечно, это, понимаете, ну вот я работал с ним как ассистент режиссера на фильме «Цвет граната». Мне все время тянется сказать «Сайт нова», потому что сценарий был утвержден как «Сайт нова», снимался как «Сайт нова», а потом это приварили название, и оно осталось. Неплохое название, но просто было много протестов, что не соответствует личности этого исторического персонажа, «Сайт нова» — это историческая фигура. Ну как бы имидж его, в смысле вот такой вот картинности вот это вот «Параджанов», конечно, ассоциируется очень мощно вот с этим образом. Ну вот я скажу, понимаете, вот я работал с его ассистентом, и одна из самых главных задач была, а кто же будет играть с «Сайт нова», понимаете? Была серьезная проблема, и вот он привозит мне, ну доверял он мне, вырезан из афиши фотопортрет. Это он вырезал, значит, в Тбилиси афишу, портрет Софико Чаурелли, шел Жаворна Каануя, и Софико играла, значит, Жану Дарк. Он говорит, я нашел «Сайт нова», вот это «Сайт нова», я вижу эту женщину, но, с другой стороны, Жанарк, есть что-то твердое, мужское в лице, понимаете? Говорит, пока никому не говори. Я молчал, разболтал он сам же, конечно. Вот, это был взрыв колоссальный, потому что, ну, «Сайт нова» — это такой национальный, любимый поэт, причем, ну, такой широко любимый, песенный. Это, скажем, ну, как Сергей Есенин. Как Есенин, как раз, да. Да, вот так, да, понимаете, он песен, это, его стихи — это песни, все. Понимаете, и вдруг он предлагает мало что, значит, женщину будет играть, да еще, значит, и соседнюю. Другой национальности. Да, представьте себе, что даже сейчас это будет взрыв. Если будет сниматься фильм о Сергею Есенине, а роль будет играть польская актриса. Барбара Брыльская. Да, ну, неважно, понимаете. Знаете, после безрукового, возможно, все. Извините меня. Да, может, это будет неудачнее, но это будет восприниматься как оскорбление национальных чувств. Полячка будет играть, значит, нашего любимого национального поэта. Ну, да, да, понятно. Это сейчас при нашем, так сказать, либерализме, широте взглядов, а на дворе 1966 год. Я полностью произношу эту дату. Конечно, это был взрыв. Но он смог убедить, значит, что в детстве играет мальчик Арменин, в юности играет его, значит, Софи Копп. Потому что она была великолепна. Когда были пробы сделаны, это, в общем, всех убедило. Но потом был еще сюрприз. Значит, в старости он привел прекрасного актера, Георгия Гигачкори. Сказал, что будет уже играть в старости тоже грузинская. Это переполнило чашу терпения. Если у нас есть время, я могу немножко рассказать. Это была очень забавная история. Меня вызывает директор студии, говорит, я только что из ЦК поставил категорическое условие. Если будет еще один грузинный игрок, или мы закроем. Это, кстати, о братских отношениях в советское время. Ну, грузины, армяне же там очень, конечно. Нет, народы братские у нас никогда не было. Братские нет, ну, такое шутливое соревнование, конечно. Если меменов вспомнить хотя бы. Да, ну, футбол, вспомните, какие страсти были между Ереваном длились. Он говорит, ну, подумай, ну, кого можно найти. Я говорю, знаете, он все театры посмотрел армянские. Они были такие немножко, ну, кандовая такая была, 60-е годы и так далее. Говорит, сейчас есть много хороших актеров. Ну, говорит, никого. Вообще, поскольку я подбирал, основном все персонажи, там монахи, там, ну, это все. Все были поэты, художники, артисты, непрофессиональные актеры. Я говорю, он дружит близко. Это у нас очень известный был танцор балета, уже народный артист, Вилен Закарянов. Он говорит, ой, это такая, давай срочно Вилена приведем. Я бегу, интересуюсь, выяснится, лето уже. Он уехал куда-то в Сочи отдыхать. Я говорю, нету его в городе, езжай, срочно найди. Я приезжаю, где? Никто не знает. Я начал проходить все пляжи. Начиная от Адлера, давая объявление, значит. Кстати, июль месяц, жара, этот песок, я иду через эти пляжи, даю приодительственную штуку. Вилена, Закаряна, просим подойти к радиорубке. Я прошел Адлер, я прошел Хосту, я прошел Сочи. Мобильника уже не было, да? Я прошел Дагамыс. Какие мобильники? Даже техническая мысль об этом даже не знал. Я подхожу в Ло и понимаю, что уже все, картину закроют. Нету Вилена Закаряна. И уже в Ло я даю снова обмен, подходит, да, он здесь, говорит. А где он? Он пошел куда-то здесь в лес шашлык делать. Я пошел на запах шашлыка, нашел в Вилен. И спас картину от закрытия. Это действительно было вот так. И он играл в результате. Теперь дальше тоже немножко смешное. Я пригласил, в общем, в Вилен с большой неохотой, я отдыхаю, какой там это. Ну, в общем, привезли его. Был очень хороший актер балета. Очень известный. Замечательно танцевал. Он начинает там что-то репетировать. Барджану подходит, кого ты мне привел? У меня Сайднова стоит в третьей позиции. Что Вилен пытается, так сказать, изобразить там. Чисто балетными средствами, да? Ему надо было там первая сцена, он открывает занавес. Он так красиво тянет за это нитки и так далее. Он был в бешенстве от такого Сайднова, что я ему такой подарок подарил. Ему всучили. Но он был, я говорю еще раз, талантливый артист. Он понял, что здесь балет не нужен. И потом, наоборот, они подружились. И часть сцен, наоборот, уже стал передавать все больше и больше. И он занимает в картине очень большую роль. Вы знаете, вот я вас слушаю и думаю, что насколько был советский многонациональный кинематограф. И мы жили, вытворились в этих национальных фильмах. Что такое была для нас Грузия фильм, что такое были фильмы литовской киностудии. И где это все сейчас? То есть, вот сейчас немножко на секунду, если отлечься от Параджанова, да, Вячеслав Юрьевич. А вот вообще, после распада Советского Союза, насколько состоялись все эти национальные кинематографы? Ну, за независимость надо платить. Скажем, там, талант-фильм уже не существует ни как юридическое лицо, ни фактически. Там, по-моему, на базе оставшихся костюмов строили такой музей или магазин как раз вот карнавальных, так сказать, разных принадлежностей. Ну, есть фестиваль «Киношок», он дает возможность раз в год смотреть то лучшее, что производится на студиях республиканских и судить о том, что и где происходит. А Грузия фильм, ведь что такое был грузинский кинематограф для нас тогда? Сейчас Грузия фильм – это в основном частный кинематограф, это несколько картин в год. Это их меньше, чем производилось в советское время, безусловно. Вот, но, тем не менее, там есть программа государственной поддержки, она тоже, конечно, не велика. Ну, ничего, уровня Габриадзе, Данелли… Вы знаете, ведь у нас того уровня… В общем, и Праджанов на Грузии фильмы снимал. Да, и у нас ведь в нашем российском кино того уровня, которое было тоже, ведь можно сказать, далеко и не всегда, а то и никогда. Поэтому… Ну, фестивальная хотя бы, да. Да, но сменился какой-то… Прежде всего, от всех этих картин ушла аудитория. Ведь был большой миф того же грузинского кино, которое якобы смотрит в Грузии. В Грузии его плохо смотрели, но зато в России всегда находилась та часть аудитория, которая его поддерживала. Пусть это были не все, так сказать, жители нашей страны, но, тем не менее, была интеллигенция, эти фильмы смотрели. И во многом они формировали миф о великом грузинском кино, которое, конечно, таким же, пожалуй, из всех кинематографов национальных у нас, оно было самым феноменальным. А литовский кинематограф тоже, в общем-то, уплыл? Вы знаете, там сейчас большие ориентиры на Европу, и если им удается сделать какую-то копродукцию, прежде всего, с европейскими странами, то тогда возникает и литовский кинематограф. Больших побед мы не знаем, я сейчас вам так сходу ничего не скажу, хотя там есть несколько хороших режиссеров европейских, там тот же Пуйпа, они ездят на фестивали. Вот, но там выход из положения уже в копродукции. И есть такая организация Евримаш, которая как раз кредитует проекты, если они снимаются несколькими странами, ну, допустим, если вот такие надсюжеты, значит, находить, да. Кстати говоря, сейчас только две страны из бывшего лагеря Советского Союза, из, я имею в виду, наших республик, вступила в Евримаш. Это Россия и это Грузия, как это вот не парадоксально. Вот, но возможны, конечно, формы и какой-то другой интеграции уже внутри вот этого постсоветского пространства. Ну, понимаете, какая возникает тема, ведь это же должны быть какие-то международные сюжеты. Если мы делаем, ну, что будет фильм про грузинскую Джульетту, там и про украинского Ромео, или что, да. А вся эта историческая часть, вся часть, связанная с литературным хотя бы наследием, все это находится все время в стадии какого-то пересмотра, потому что государственность формируется в этих странах, идет поиск национальных мифов, а если идет утверждение каких-то национальных идеалов, то, как правило, это за счет того, что они победили соседей, понимаете, это же... Ну да, вот то, что вы рассказываете, очень, кстати, вот, Ливонна, и с армянским кинематографом тоже та же примерно история. Ну, примерно такая же история, да. Ну, да, собственно... Ну, вы знаете, скажу, ну, конечно, не так, как раньше это все. Всего, навсего Армения выделяет 700 тысяч долларов на все. В год. Ну, понятно, да, я думаю, дальше-дальше можно, да, уже не говорить. Да, поэтому фильмы делаются по два, по три года, пока, так сказать, частями деньги. Но что-то интересное бывает, вы знаете, я не могу сказать, что... Ну, понятно, какая-то везде-везде жизнь существует. Но вот интересно, что действительно, как Параджанов, он, при том, что насколько сложные, о чем мы сейчас поговорим, после перерыва были отношения, да, с Советским Союзом, вот, он явился продуктом вот этой вот советской многонациональной культуры, воплотил в себе несколько слоев, создал фактически национальный миф и нескольким кинематографом, да, вот так и вот комета прошла. И все, нету Параджанова, нету Советского Союза. Интересно. Мы продолжим наш разговор после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И говорим мы сегодня о феномене Сергея Параджанова. Выставка «Цвета граната» открывается 13 февраля в галерее на Солянке, посвященная творчеству этого великого художника. Вот мы сейчас с нашими гостями, а это Вячеслав Шмыров, главный редактор журнала «Кинопроцесс», и Левон Григориан, режиссер и писатель, и близкий знакомый. Ну вот он, так сказать, боится называть слово «друг», ну так скажем уже, потому что вы рассказали, я думаю, конечно, назовем «друг» Сергея. Ну, вы знаете, так много людей называют себя его ближайшим другом, что я остерегаюсь этого. Ну да, да, вот с этой оговоркой. Хотя, в принципе, так, знаете, написаны две книги о нём и сняты пять фильмов. И третья пишется, да, насколько я понимаю. Ну вот, да, давайте, я думаю, не обойти вот эти сложные темы, его преследование, его ареста, его трагическая судьба в Советском Союзе. Вот меня интересует первый вот этот эпизод, ну, главный, собственно, эпизод, его ареста и осуждения, потому что, как я понимаю, была очень сильная, прежде всего, политическая подоплёка. Украинская тема. Да, украинская, да, вот это письмо 139-ти, человек, который настоял, что он подпишется первым, почему он подписался первым. Расскажите немножко подоплёку, почему там, что были за протесты в 65-68 году, почему там сажали. Это украинский национализм? Это Ивано-Франковск? Как мы это дело объясним? Что там, что там было? Леон, расскажите, вот какая подоплёка этого всего дела? Ну, какие дальние исторические экскурсы не будем впадать, потому что тогда мы забудем говорить только. У нас передача из художественного перейдёт на научно-популярную, но дело не в этом. Дело в том, что когда, вот действительно, вдруг, студия Довженко, это же была очень средняя студия. Даже говорили, знаете, есть плохие фильмы, китайские, индийские, есть студии Довженко. А есть фильмы студии Довженко. И вдруг на этой студии появилась действительно талантливая картина, которая стала, она называлась западным прокатом «Огненные кони». Они начали скакать этот, эти «Огненные кони» проскакали по всем фестивалям. И впервые вдруг украинское кино было засыпано. Это «Тень забытых предков». «Тень забытых предков». Наградами, конечно, это был грандиозный бум. Понимаете, и то, что вдруг вышла картина на западнойском языке, это мобилизовало всех, так сказать, патриотов. Ну, назову такую фамилию, как Иван Драч, поэт, как Дзюба и так далее. Они, в общем, с восторгом приняли это все. И поскольку Параджанов был человек, неимоверный экстраверт по общению, там, по своим контактам, он вдруг оказался, его дом оказался основным штабом украинских националистов. Беру это слово в кавычки. Понимаете, не люблю разбрасываться такими терминами. Ну, люди, которые, так сказать, ценили и считали, что в 60-е годы, так сказать, лицо украинской культуры как-то стерто и так далее. Ну, в общем, не будем в такие детали. Я хочу другое сказать, что сам Параджанов, при этом, будем анализировать его торс, абсолютно политичный режиссер. Я не случайно один из фильмов назвал «Орфей спускается в ад», потому что он был всегда... Вот все разные фильмы, мы говорим, такие разные, украинская, армянская, грузинская, исламская, а все эти фильмы о любви. Он был Орфеем, он был поэтом любви. Ни в одном его фильме, при всех разных его, так сказать, национальных, никогда нет никакой политики. А в жизни он был, конечно, человек абсолютно смелый, не боящийся никаких высказываний и так далее, и так далее. Поэтому он даун... Льва, ну вот там, мне кажется, какая она себя обращает. Да, он талантливый человек, к чему он не прикасался, все становится талантливым. Ну, можно с таким положением как бы условно согласиться, но там есть же странный феномен. Он, в первое же время, он был таким же средним, не никудышным, неинтересным режиссером на Киевской киностудии. И вдруг на цвете, и вдруг на тенях забытых предков соединяется все, да? Приходит оператор Ильенко. Потом вот эта дуэль, которая у них была там полусерьезная, а может и серьезная. А из-за чего, кстати? Серьезная, серьезная. А из-за чего дуэль была, расскажите? Ну, давайте, да. Я в своей книге, это у меня книга вышла в серии ЖЗЛ Сергея Параджанова, как раз эту тему, что вот Вячеслав поднимает, может быть, впервые осветил, потому что мне казалось, что далеко не полно. Ну, есть, без конца мы восторгаемся и даем много, так сказать, лесных эпидемий, это великолепно мастеру, но у него четыре гениальных фильма, четыре ужасных. Самые первые фильмы? Откуда он взялся? Это же не бывает. Тарковский сразу был Тарковский. Вот это один из парадоксов Параджанова, понимаете? Гениальные тени забытых предков, цвет граната, легенды Сурамской крепости и Ашекири. Перечисляю ужасные фильмы. Значит, Андреяш, Первый парень, Украинская рапсодия, Цветок на камне. Ровно пополам. Это был такой соцреализм. И вдруг такое ощущение, что человек открыл какой-то другой взгляд на кино, может быть, кстати говоря, я знаю, большое потрясение на него произвел фильм Иванова, детства Тарковского, когда он не пускал людей в дом к себе, если они не посмотрели этот фильм. Потому что он понял, что язык кино может быть другим. А до этого было ощущение, что какая-то тяжесть на нем лежит, что он должен соответствовать каким-то канонам. И мне кажется, вот этот момент, когда появляется Ильенко, Ильенко ведь тоже не случайная здесь фигура. Когда Параджанов уехал, ну, покинул Украину, там начались все умытарства с лагерями, уже, в общем-то, там никогда больше не работал. Именно Ильенко стал проводником идеи украинского поэтического кино. Может быть, во многом он это дело даже превратил в какой-то абсурд, потому что вот эта многокрасочность, чрезмерность, которая была свойственна Параджанову, она уже в других руках, в других, так сказать, эстетиках не воспринималась столь органично, не смотрелась как бы с той мерой вкусов, с которой мы сегодня, собственно говоря, и воспринимаем Параджанова. То есть состоялось это вот на тенях. Да, вы понимаете, там очень много что совпало. И вот в этом как раз тайное искусство, вот почему вдруг они все оказались здесь. И, конечно же, тема гуцульского фольклора, она тоже взялась не случайно, поскольку в это время и в России происходит, все начинают бегать по бабушкам, собирать иконы. Снимается фильм Андрей Рублёв. То есть советская власть начинает разъедаться изнутри, потому что все заняты поиском национальной идентификации. И на этом фоне нужно было в Украине сделать вот это вот дело националистов, и там, как я понимаю, чуть не 20 молодых людей посадили. Нет, это мало имеет отношения. Вообще вот пытаться найти какие-то логические связи, это невозможно. Поверьте, как человек достаточно много, несколько книг и несколько фильмов снятых, я очень долго думал и очень многих раз спрашивал, как это все произошло, как вдруг. Понимаете, вот мне все время хотелось привести, что, скажем, вот, ну тоже до 40 лет Гогем не был художником, был просто коммерсантом и вдруг проснулся гениальным художником. Но он до этого не рисовал. А Параджанов, простите, до этого активно работал режиссером. И работал очень средним режиссером. Причем я хочу подчеркнуть, какая у него была драма. Он учился же на курсе с очень талантливыми людьми. С Хуциевым, по-моему. Не только. Это Алов Наумов, это Хуциев, это Озеров, это... Миронер. Габай, Миронер и так далее. Понимаете? И вдруг, причем всех их, поскольку, значит, после смерти Савченко курс докончил Довженко, в основном весь курс послали на Украину, ассистентами режиссера. И вдруг его друзья, сокурсники, а он считался на курсе одним из ярких, самых многообещающих, он снимает, в общем, вот такие средние фильмы. А Хуциев снимает Весну на Заречные улицы, Алла Веномов снимает Павел Корчагин и так далее, так далее. То есть, они сразу становятся, понимаете, это все вот в этом... Они формируют как бы лицо нового кино, нового поколения. Да, начинают вразить Чухрай, который был связан очень тоже со студией Довженко. Они все заявляют себя очень ярко, он нет. Много очень здесь вопросов. Мне кажется, он все-таки, чувствуя себя, что он как бы, ну и народец в этой среде, он пытался стать больше украинцем, чем украинцем. Ага, так тоже бывает, да. Понимаете, вот если посмотреть вот эту украинскую рапсодию, этот первый парень, это настолько... Там такая Украина прет просто, понимаете, там такая-то лирика. Новости дня, да, такие красивые. Да, да, понимаете, такая украинская Украина. Вот поэтому, сейчас я понимаю, поэтому-то, наверное, он и подписался под этим письмом, он настоял на том, чтобы быть первым. Да, понимаете. Впереди всех украинских писателей и поэтов. Да, возможно, вот такие комплексы были. А потом он сам это... Я несколько цитат приверил, что он начал фильм «Тень забытых предков», когда ему исполнилось 40 лет. Это такой критический возраст для мужчины, это акме, вершина, понимаете. Не случайно, это вот с этого такой психологически, понимаете. Ревущие сороковые вступают обычно мужчины в этом возрасте. И он, вот тому же, так сказать, Иван Драч там пишет, что он... Мне 40 лет, я никто, я ничего не сделал. Он очень тяжело переживал этот возраст. Это совпало с разводом. Он потерял семью. Там, значит, вот описывают, что... Они там, когда выбирали натуру на Гуцульчине, там ему говорят, вот смотри, даже здесь в сельском клубе идет твой фильм «Цветок на камне». Он говорит, этот цветок на говне. Вот так он выразился, понимаете. То есть он сам понимал, что он ничего не сделал. То есть вдруг произошел какой-то пересмотр себя. И почему он пригласил... Он же вытащил, Ильянка и не было на студии даже. Он вытащил его, сам его. То есть это было совпадение многих компонентов. Но в основе это мистика. В основе мистика и миф украинский. Потому что так не бывает. При всем старании, а вот я завтра сделаю очень украинский фильм, это ничего никого не получится. Ну да, совпало. Но это же по нему в результате и ударило. Слушайте, а вот гомосексуализм, насколько это было притянутое обвинение, что его нужно было посадить? Или это, так сказать, реальная тема была, которая... Опять здесь сложный комплекс вопросов. То, что... Ведь говорят же, что вообще якобы ничего не было, что он как Лимонов, типа там. Он такой творческий человек на себя надел эту маску. Нет, поверьте, опять-таки, как человек, его, так сказать, достаточно долго наблюдавший, у меня... Он не был вот таким, знаете, вот ярко выраженным. Ну как это сказать, понимаете, в чем дело? Ну, Боря Моисееве это одно, Сергей Параджанов это другое. Понимаете, в чем дело? Не было вот такого. Мне кажется, это у него было чисто такое античное воспринятие. Ну его, да, 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 платоновское какое-то у него, какая-то такая витальность, по-моему, была. Ну, понимаете, в чем дело? С тем же успехом давайте в этом обвиним Александра Македонского, Юлия Цезаря, которые были бисексуалы, понимаете, в чем дело? Это все известно. Он был бисексуал, скорее, Параджанов. Но здесь я о другом хочу сказать. У меня, если бы я знал, я бы на передачу привез бы, у меня есть копия приговора, понимаете, документ. Он прошел по двум статьям. Первая статья, да, это гомосексуализм. А вторая статья, знаете, какая? Нет. Распространение порнографии. А порнография, знаете, что была? Вот такая ручка шариковая, гонконгский ширпотреб. Когда-то переворачивали, может, кто-то застал. Там с красотки опадал в платье. Да, 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 платье есть, были такие, точно, точно. Да, вот по двум статьям. За эту ручку? За эту ручку, которую, я думаю, что ему просто подбросили, потому что такой китч это не духи Параджанова был. Но его надо было посадить, просто это был фактически политический заказ, и ему нашли статьи... Я знаю, что после долгих лет Пьеры, его посадили 17 декабря 1973 года. Я как человек, как его биограф, понимает, я знаю... Четыре года практически он провел в тюрьме, год-год всего, да, и не досидел. 11 месяцев он не досидел. Да, 11 месяцев. Это я тоже могу сказать. Я даже могу сказать, со сколькими рублями он вышел в карманы. Ну, заказ был на то, чтобы его посадить? Вы знаете, опять-таки здесь... Или это вот какое-то роковое стечение? Опять-таки сложной политической интриги. В какой-то момент он дружил с Шелестом. Понимаете? И когда пришел... Первый секретарь. Это первый секретарь. Украина до Щербицкого. Да, до Щербицкого. И там вроде бы ему уже давали, там это все. Потом, когда пришел Щербицкий, он оказался в черном списке Щербицкого. Значит, послушайте, как дело было с арестом. Это интересная история. Наконец-то ему... Ну, вы знаете, что председатель Госкину Лапин, он делал такие новогодние сюрпризы. Такие... Нюнхаузен, Ирония Судьбы и так далее. Гостелерадио, председатель Госкину Лапин. Гостелерадио, да, да. Понимаете? И вот в цикле таких вещей было задумано подарить, значит, советскому зрителю сказки Андерсона. И вот это дело поручили Параджанову. Тогда они гостелерадио и Госкино конфликтовали, и в пику им они приглашали к себе тех режиссеров, которые были изгоями в системе Госкино. И утвердили. Этот проект. Это 15 декабря его утвердили. 15 декабря у него был билет из Москвы, вылетать в Ереван, где уже был запуск, том, что он запускается на Армейнфильме. И Юрий Никулин был утвержден, да? И Юрий Никулин в роли сказочных. На роли Андерсона. Да, да. Заболел сын его. Он, значит, срочно сдал билет в Ереван и полетел в Киев. 15-го. 17-го его арестовали. И начали срочно лепить дело. То есть это было заказное дело, понимаете? Причем сначала попытались ему статью изнасилования. Значит, нашли какую-то женщину, которую он изнасиловал. Потом это не доказалось. Потом пытались просто изнасиловать мужчину. Привели какого-то здоровенного булая, которого поставили рядом, что он никогда это не мог. То есть наскоро это дело сшило совершенно определенно. Потом нашли вот эту историю с ручкой. Понимаете? В общем, это было, конечно... Дело, да. Дело состряпанное. Дело состряпанное, причем плохо состряпанное. Насколько... Да. Потом эти же люди очень раздражают. Когда, понимаете, вот среди бывательского быта, какой-то налаженной системы жизни в 8 утра, выходить на работу в 6, возвращаться, смотреть один канал, читать три газеты и так далее, вдруг возникает человек, у которого все время происходят какие-то праздники, у которого там, как я читал, ослик стоит в квартире, который, если много пришло друзей, накрывает на лестничной клетке, ездит в лифте, раздает, так сказать, вот эти свои угощения, дары. Это ведь не только случай Параджанова. Эти люди, которые разрушают обывательскую среду, они раздражают, прежде всего, обывательскую среду, а власть, она уже выступает как некое орудие этой среды, потому что не должно быть таких людей. Они мешают, они не дают всем жить вот под тем, как бы, клеточкам, под тем квадратикам. Они вносят лишние краски, они вносят лишний шум, еще что-то. И, конечно, квартира Параджанова была притяжением в Киеве, потому что кто... Он же знал всех, там бывал Высоцкий, там был Тарковский, там... Нет, зачем, давайте уж... С кого? Мадам Деголь была там. То есть, получается, даже если приезжает... Она специально, она специально приходила? Да, она специально, она была в восторге от его фильма. Его предупредили, что Мадам Деголь, значит, у нее будет визит на Украине, она обязательно хочет посетить Параджанова и так далее, так что, в общем, это все было. Ну, так же потом это было и в Тбилиси, когда уже, вот, в его последний период, театр на Таганке к нему приходит в полном составе. И Лили Брик была тоже поклонником его творчества, поклонницей? Лили Брик была не только поклонницей его творчества, но и ангелом-хранителем, потому что... Она через Арагон его... Да, история была такая. На Брежнева вышла. Да, история была такая, Арагону вручили медаль Дружбы народов, он поблагодарил, но брать отказался. И тогда Лили Брик специально, так сказать, ну, не звонил, нет, она через звонки, она не поехала тогда. Значит, просила его приехать и поставить так, что я беру медаль Дружбы народов, но прошу встречи с Леонидом Ильичем Брежневым. Ну, официально протокольно это решили не делать. Встречу организовали в ложе Большого театра. И они, ну, так, чтобы это было неофициально, чтобы... Столкнулись. Да, да, чтобы не было там. Генеральный секретарь принял Луи Арагона там, без политического это все. И он там сказал, что вот просит, чтобы освободили Параджанова. Брежнев понятия не имел, кто такой Параджанов. Ну, обещал. Ровно через... И тут же полетел Депеша, это было в декабре эта встреча, и через две недели он был на свободе. То есть это буквально вот через Лилю Брик, через вмешательство Арагона... Через вмешательство Арагона на один... Хотя письма... Хотя на письма не реагировали все, что там писали западные деятели. Ну, у меня, опять-таки, документы есть в письме, вы даже не представляете, сколько там это. Там и Феллини, и Антониони, там Берт Ланкастер, там Марлон Брандо. То есть вся элита мирового кино писала не одну петитию, понимаете, обращались, и ответ был отрицательный. А вот совершенно фан. Все решало первое лицо государства. И самое главное, возник политический торг. Лауреат Ленинской премии за укрепление мира международными Луи Рагон не хочет ехать в Москву, получать Орден Дружбы Народов. Ну да, здесь, конечно, хорошая, разменная такая... Поэтому это, ну, такой фактор большой политики. Ну, конечно. А вторая история связана, все-таки, наверное, с Белой Ахмадулиной, да, когда она обратилась в Шеварнадзе, и второе уже дело в Грузии было закрыто. Второе было заключение. А второе, это что было? Второе было за то, что он продает бриллианты Папа Римского. А, вот то, что-то очень выросло. Нет, дело так, никаких бриллиантов, естественно, не было. Это все было... Нет, он очень шумно поддержал театр на Таганке. Был, конечно, острый политический момент. Другое дело, понимаете. Там, значит, это фантастически. В общем, почему я говорю, что вот таких... Вся его история, вся его жизнь наполнена совершенно сюрреалистическими историями. Если там его посадили за шариковую ручку, то здесь посадили его за то, что племянник написал диктант с сорока ошибками. Буквально в смысле. Потому что начали искать дело, и вдруг выяснилось, что племянник, который уже учился на третьем курсе театральном института, через год ему кончать, вдруг, оказывается, это вообще... Не тот человек, которого взяли, да? Нет, нет, нет. Оказывается, все диктанты, которые пишутся для поступления в институт, кто-то хранит. Через четыре года нашли этот диктант, обнаружили в нем то ли 40, то ли 60 ошибок. И что, как же приняли такого студента с такими ошибками? Ну, естественно, все знали в театре Параджанова и пошли на встречу. Он просил, чтобы племянника принять, а для актера это не так важно, грамотность, наверное. Как актер он хорошо играл. Вот. Ну и, в общем, вот пошло дело о взятке, что якобы он дал взятку. Вот. Потом... За племянника? Да. Потом, да. Ну, тоже придумали дело. Ну, такое уж это дело. За то, чтобы он дал взятку, чтобы приняли племянника. Но это тоже политический заказ, почему дело против него раскрутили? Ну, как, конечно же. То есть человек просто раздражал власти самим фактом своего существования? Нет, ну, была абсолютно ясная установка, что же вы так сказать. Он у вас спекулирует бриллиантами, получает деньги из-за рубежа, а вы что-то, товарищи из КГБ. Что вы? Ну, то есть здесь, да, здесь как бы такое и в том, и в другом случае, и в том деле с гомосексуализмом. Ищите бабские бриллианты. Найдите бабские бриллианты. То есть слишком яркий, слишком независимый, слишком самодостаточный человек. То, что сегодня воспользуется популярным живым, не формат. Не формат. Последний вопрос у нас буквально минута остается. Это правда, что ему предлагали играть Маркса? Да, это правда. И были у него пробы на роль Маркса? А по-моему, учили Миронову Андрея Миронова Энгельса. Нет. Миронов играл Энгельса. Дошло до Маркса или нет, я до пробы или нет, не знаю, но я знаю другие пробы. Он удивительно был похож на Лермонтова. В свете, значит, вот эти пробы были. Он в молодости, есть пробы, есть фото, он, пробы Лермонтова, и очень похожи. Ну, удивительный совершенно человек. И когда бы сказали Маркс, то тоже одновременно. От Лермонтова до Маркса. Да, да, от Гуцулов, да, «Тени и забытых предков» до Шеккерима. До создания исламского кинематографа. До создания исламского кинематографа. Всё это Сергей Параджанов, человек-миф, который даже вот этот час, который мы провели в этой студии, мы услышали столько историй, что как бы этот миф продолжает... Мои истории реальные. Но они границы с мифологией. Они приобретают качество, они приобретают качество мифа. Чтобы прикоснуться к этому мифу, приходите в... Я тоже хотел сказать, что как раз там-то этого будет ещё больше, потому что в течение месяца при поддержке фирмы «Арарат» будет происходить выставка. И там будет большой кинопоказ. То есть мы покажем все картины Параджанова, главные картины покажем. И очень большой массив документальных фильмов о нём. Порядка там 60-70. Ну, может быть, все они и не стоят того, чтобы их показывать. Но вот фильмы о Ливоне Григоряна там будут показаны в первую очередь и очень многие другие. Галерея на Солянке, адрес... Галерея на Солянке находится на Солянке. Да, ну, собственно, галерея на Солянке находится на Солянке. Я думаю, все её прекрасно там обнаружат. Так что хочу вас поблагодарить, пригласить всех снова прикоснуться к этому мифу. У нас в гостях были режиссёр и писатель Ливон Григорян, главный редактор журнала «Кинопроцесс», кинокритик Вячеслав Шмыров. Я Сергей Медведев, это программа «Археология». Доброй ночи и удачи!